На примере своей орхидеи без корней, которая раньше была в таком состоянии, сейчас она активно нарастила уже по сегодня такую вот шапку, я покажу, как же мне удается ее спасти. До процедуры сегодняшнего дня посадки я замочила предварительно корни в растворе перекиси водорода. Ну а теперь все готово для того, чтобы посадить эту орхидею с целью реанимации. Для посадки этой орхидеи вам потребуется обычный пластиковый стакан с прозрачными стенками объемом 0,5, кора с основой разных фракций уже в перемешку с тревесным углем, довольно-таки крупный керамзит. Обязательно в посадку не забываю добавлять и вспоминаю пользу кокосовых чипсов. Ну и для меня в новинку, уверена, для вас точно так же будет использование такого полезного рыхлителя и влагоемкого компонента субстрата, улучшителя грунта вермикулита. Я обнаружила небольшой кусочек корешка, который уже сгнил, поэтому удаляю. С этой стороны тоже нашла парочку уже размокших коричневых корней, удаляю. Часть оставшихся корней абсолютно здоровы и полностью теперь готовы к посадке. Итак, на дно этого прозрачного пластикового стакана без дренажных отверствий беру керамзит. Я специально его поставила в такой кашпу с дренажными отсеками для выхода лишней воды, потому что промывала предварительно перед применением. Мне попался довольно крупная фракция керамзита. Буду брать достаточно большое количество керамзита, наверное, где-то 1 четвертая от стакана и дальше. Возьму часть коры сразу с тревесным уклю. А вот сейчас самое интересное. Я буду использовать вермикулит. Достаточно распространенный, популярный разрыхлитель любого грунта для всех растений. Но что касается конкретно на орхидеях, очень почему-то недооцененный компонент субстрата для реанимации точности. Добавляем его немножко. Далее кокосовые чипсы. И снова немножко керамзита. Вот что у нас пока получается промежуточный результат. Стараемся ровнее установить растение. Делаем так называемую примерку для того, чтобы корни поместились и при этом орхидея не была сильно углублена. Ну и оставалась достаточно симметричной для того, чтобы не падала. Обратите внимание, поскольку полив будет в основном в поддон, то есть, вернее, если это закрытая система, то по уровню дренажа, то обязательно не забывайте о важности добавления самого такого аэратора компонента, как керамзит, к примеру, под шейку орхидеи. Вот как я и сделала. Добавляем часть верникулита, кокосовых чипсов. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, как у меня получилось. Смотрите, сильно не углубляла специальную орхидею, потому что вы видели, что там шейка была достаточно в прошлом болезненная. Поэтому это важное условие. Пускай немножко воздушных корней остаются вот как у меня. Мне даже удалось немножко распределить корни таким образом, что кусочек одного из них даже торчит. Это будет удобнее во время полива для того, чтобы отслеживать его цвет, как минимум, и его реакцию на посадку, на реанимацию. Вот посмотрите, как все выглядит прекрасно и красиво, эстетично. Что самое главное, растению это поможет восстановиться в ближайшее время. В прошлом видео я приготовила раствор с добавлением йода, лимонной кислоты и нашатурного спирта. Вот этот раствор остался. Хочу его добавить на дно. И еще немножко. И хочу опрыскать листья. И ставлю ее кашпу. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...